Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. И вы, наверное, уже знаете то, что в этой серии у нас выйдет сборочка. Да, ребята, в этой серии у нас выходит сборочка нашего шестого сезона. И вы уже прямо сейчас можете зайти, прямо ее скачать. И если у вас получится ее установить, то уже даже поиграть. А для тех, кто не знает, как ее устанавливать, что делать и, в принципе, куда ее вообще пихать, чтобы она у вас пошла. И, ребят, я, наверное, потом, после каждой выпущенной сборочки, как я говорил, я, наверное, потом буду делать обучающие видео. Да, то есть я вам буду показывать, как ее установить, куда ее запихнуть, что там включить, как ее настроить, чтобы она нормально у вас стабильно работала. Без вылетов и без чего-то еще. Но, ребят, сейчас, кто не хочет ждать того видео уже прямо сейчас, кто ее качает и смотрит это видео, или, например, сейчас смотрит и, может, ждет, что я в этом видео расскажу, как ее устанавливать. Я, ребята, не буду рассказывать, потому что, ну, я не могу так на словах. Я поэтому говорю, что после каждой выпущенной сборочки, я буду потом объяснять, как ее делать, да, может, в каком-то там обучающем видео, да, то есть как ее скачать, куда ее запихнуть, чтобы в нормальную траекторию на компе, чтобы она работала, не крашилась и все нормально в ней было. Но это, ребята, я буду потом делать, наверное, в других видео, потому что сейчас, ну, в серии Pixelmon я, наверное, этого делать не буду. Но все же, кто сейчас скачал и не знает, на какую версию заходить, я сразу же скажу, там много версий есть, да, там ваше имя и под имя, там есть много версий, которые нужно выбрать. И там есть одна версия с таким длинным имем, что-то там 1.8, Forge и много там цифр, 1, 2, там 3, 4 и вот это все. То есть там есть Forge, Forge 1.8, Optifine 1.8, а это там, ищите в разделе около 1.8, там есть такое длинное имя, что-то там 1.8 и много цифр, да. Поэтому включайте вот это, и вы уже, наверное, сможете зайти и поиграть нормально на этой сборочке. А по поводу других сборок, ребята, ну, в принципе, в группе я устраивал голосование, то есть я спрашивал, хотите ли вы, чтобы я создавал сборки, и там нужно было набрать какое-то определенное количество голосов, и мы это, ребята, набрали. Поэтому, наверное, сейчас я буду делать вот эти сборочки, но после каждой сборочки я, наверное, все-таки буду делать обучающий обзор, да, на эту сборку. То есть какие там моды, что там находится, откуда скачать сборку, как ее скачать, как ее установить, куда ее установить, как ее запустить и как она работает. Чтобы вы прямо все знали, потому что, ну, немногие, конечно, это знают. То есть, если там кто-то знает, то это не факт, что кто-то другой это знает, может, другому нужно объяснять. Поэтому, наверное, я потом так и буду делать, что я буду вот так делать отдельные обучающие видео, ну, нападай, или что ты там хочешь. И буду, да, фаш, и буду объяснять, да, как установить вот эту сборочку. И знаете, как я, наверное, буду делать следующие сборки? То есть, ребята, я, наверное, буду в группе ВКонтакте устраивать голосование, да, то есть, например, сборочка там индустриальная на новую версию. Индустриальная на старую версию, потому что не всех могут компы, наверное, там. Или просто-напросто многие любят старые версии. Там Pixelmon на старую, на новую версию. Там Craft на старую, на новую. Диван РПГ на старую, на новую сборочка нашего сервера, летние авантюры. Другие там декоративные сборочки, как меня уже даже многие просили, мол, там, создавать сборки с этими, с различными модами на мебель, на все остальное, да, чтобы строить дома и декоратировать вот это все. Поэтому, может, я потом буду это делать все. В группе, например, голосования, чья, какая сборка больше победит, наберет голосов, то, наверное, я буду и делать. И потом, после каждой сборки, я, наверное, буду делать обучающее видео, как ее установить и как на ней вообще играть. Но это, ребята, уже, наверное, потом, сейчас. Просто-напросто качайте вот эту сборку. И что я забыл, ребята, спасибо всем, кто тут находится, смотрит это видео, поставит лайк, оставит свой комментарий. Кто еще не подписан на канал, то подпишется на него. Я буду очень сильно этому рад. Рад каждому новому подписчику и рад подписчикам, кто меня поддерживает. И, ребята, еще что я хотел сказать, но я забыл. Давайте наберем на этой серии тысячу лайков за то, что все-таки серия вышла. Для того, чтобы еще серия вышла другая как можно быстрее. И за то, что вышла сборочка, да. Потому что, ну, многие ее ждали, я ее уже вот сейчас сделал. Еще для того, если вы хотите, чтобы я выпускал еще больше сборок, да. Поэтому, ребята, если вы хотите, поставьте, пожалуйста, лайк. Это будет действительно очень круто. Если вы все-таки поставите, мы наберем, ну, тысячу лайков, действительно было бы очень круто. И, ребята, что я сделал вне серии? Я, наконец-то, прокачал нашу тортеру до 55 уровня. Если вы помните, в предыдущей серии она была 54 уровнем. Сейчас я ее уже прокачал до 55. И сейчас мы ее будем выкладывать. Я ее прокачал стабильно в зимнем биоме. Вот смотри, я тут набил еще некоторые вещички, которые мы сейчас можем продать. Также я прокачал уже нашего принт-плопа, который там был около 30 уровня. Я его уже эволюционировал в Эмпулион. А он уже 36 уровень. Еще осталось там 4 уровня или больше. Я не знаю, до какого мы его будем прокачивать. И потом мы его, наверное, выложим в... 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 В наш компьютер. Также, ребята, я вот смотрю... Давайте вот сейчас вот это все продадим. И когда мы это продадим, мне кажется... Вот смотрите. У нас будет уже около двух стаков вот этого всего. Мне кажется, около... Вот смотрите. Вот это продадим. Вот это продадим. И да, у нас уже практически два стака бронзовых монет. И да, и да, так. Давайте, знаете... Так, сейчас. Давайте сразу же выложим вот нашу... Вот нашу тортеру. Вот сюда. И возьмем пачирису. И возьмем вот так. Поставим, да. Инфернейпа мы уже тоже выкладываем. Нужно потом будет его как-то назвать. Нужно его будет потом как-то назвать, но потом мы назовем. И что я, ребята, подумал? Что я подумал? Помните, как мы... Как мы договаривались? У нас там мастер-бол будет... Если у нас сейчас уже два стака есть, да? Монеты. То мастер-бол у нас будет там стоить, я не знаю. Может 10 стаков, может 15 стаков. Около так. Ну, что-то возле этого. И когда мы это набьем, потом купим мастер-бол, то, в принципе, наша первая легенда, наверное, все-таки будет Артикуно. Потому что алтарь мы уже нашли. Сейчас все, что остается, это найти. Орб, конечно, может выпасть с покеболов. Орб, конечно, есть тоже шанс найти покеболы. Есть тоже шанс найти боссов, из боссов выбить вот этот орб. Но, ребята, это как бы мы это не можем планировать. Потому что фиг его знает, когда мы вообще вот это все найдем, да? А в магазине мы знаем, когда это мы сможем все сделать. Тогда, когда мы набьем нужное количество нам ресурсов и напродаем вот это все. Поэтому сейчас, в принципе, нам остается их просто бить, 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 бить. В то же время, смотрите, ребята, мы же качаемся. И в то же время, когда мы качаемся, мы добываем ресурсы, которые мы потом сможем пройти и продать. Во, у нас уже есть 9 монет, только вот тут В принципе, еще редстоун есть, поэтому нормально Также, ребята, знаете, что я подумал? Наверное, в первую очередь мы не будем покупать мастер болт Знаете почему? Сейчас я объясню Там, это кто-то, нет, это магнимает Знаете почему? Потому что, ну смотрите, орб нам нужно купить, да? А потом, кто не знает, нужно еще найти водный камень Чтобы его превратить в нужный нам орб Ну, в принципе, я не вижу смысла покупать водный камень Потому что, ну, зачем мы будем еще собирать ресурсы И потом идти и покупать водный камень, да? То есть, можно покупать какие-то камни, которые не крафтятся Или очень тяжело крафтятся А водный камень, ну что, пойти в какое-то озеро Посмотреть и там за минуту или за сколько там насобирать Вот эти все куски водного камня Потом его просто-напросто скрафтить И это, в принципе, просто И потом превратить наш орб в водный или там ледяной орб, да? И, знаете почему в первую очередь я покупаю не мастербол, а орб Потому что, смотрите, ну допустим, насобирали мы 10 стаков, да, купили мы орб А потом, чтобы он был рабочим, его еще нужно прокачать Там, ребята, еще нужно около 300 или 250 покемонов убить Поэтому, мы купили орб Пока мы будем его прокачивать Пока мы будем его прокачивать до конца, как бы, да А пока мы будем его прокачивать То, за то время, когда мы его прокачаем, мы можем еще себе нормально ресурсов набить То есть, вот, потратили мы 10 стаков, больше монет у нас нету Больше монет у нас нету, потому что мы их все потратили, да И, мы сделали орб И мы пошли его прокачивать До того времени, как мы его прокачаем, мы себе можем набить еще там 7-8 стаков, да То есть, до того времени, как мы его прокачаем, мы уже сможем себе набить там на пол мастербола Поэтому, мне кажется, лучше будет, если мы купим орб Сделаем его, превратим в нужный нам орб И будем его прокачивать И за то время, пока мы его будем прокачивать Мы сможем уже добить практически сам мастербол Потом просто сюда прийти за Пантертикуну и словить его Чем мы, например, сейчас купим орб Чем мы сейчас купим орб Два раза хотел сказать другое, но и так сказал орб Чем мы сейчас купим мастербол Потом будем опять собирать и прокачивать покемонов на орб Потом купим орб Потом превратим его в нужный нам орб И потом еще пойдем его качать Чем мы сейчас купим орб, превратим, пойдем качать И за то время, как мы его будем покачать, мы уже практически себе набьем на мастербол Мне кажется, ребята, это будет действительно очень лучше будет И, в принципе, быстрее мы с этим всем справимся И это же круто, потому что в то время, как мы качаем наших покемонов Ребята, мы же их качаем Но в то же время мы выбиваем кучу ресурсов Вот смотрите, сейчас Сноубол, вот С одного покемона сейчас нам выпало два мяса Два мяса это две монетки У нас уже есть 13 15 16 монеток 18 монеток 19 монеток И это мы только тут поп... О, на... Фассбол Откуда у нас фассбол появился? Или он у нас был в инвентаре? Хрен его знает Может я... Может у меня глюки Или я его не видел Ну, ладно, пускай там... Не знаю, может появился Может мы его не знаю, откуда добыли Так, дабл эдч, это нормально Вот Поэтому, ребята, в принципе Вот сейчас мы будем прокачивать Мы будем, наверное, прокачивать так покемонов Знаете, до 40-го, 45-го уровня И потом мы будем их выкладывать Мне кажется, самая такая зона для прокачки Это все-таки остается Вот этот Зимний биом Потому что в зимнем биоме, ну... Много, много покемонов Это во-первых Во-вторых Их просто заметить Потому что тут нет деревьев Да, даже если тут заспанится какой-то босс Его будет намного проще увидеть, чем в каком-то лесу Или даже в той же равнине Потому что в равнине высокие травы Ну, очень такие высокие И, в принципе, их тяжело заметить О, хрен его знает Сможем мы его убить Вряд ли Поэтому, ребята Мне кажется, тут действительно будет намного проще И плюс к тому Тут большие уровни покемонов Которые позволяют нам нормально так прокачиваться И еще с этих покемонов выпадает нормально так ресурсов Поэтому Только на этих ресурсах Мы сможем уже нормально подняться Напродавать их в магазины И потом Купить себе нужные вещички Поэтому, ребята, это круто Вот, смотрите Уже эволюция Уже эволюция Ребята, кто еще не скачал Заходите в описании Ссылочка на сборку Заходите на сайт И, в принципе, ее качайте оттуда Прямо с сайта Да, как я еще раз повторю Как ее установить Я потом, может, объясню Или, ну, в принципе Вы, наверное, сами додумаетесь Как это сделать Ну, если нет, то потом Так, сейчас Флич сит Силса МХП Это нормально 55, 35 Вот это может Во Так И давайте Ну, ударь ты его Убей ты его Я не знаю Вот так Нормально И, в принципе, ребята Ну, смотрите Айвизавры у нас Уже 32 уровень Вот давайте мы В этой серии Хотя, я не знаю Честно Будем ли мы его Выкладывать сразу же Сразу же Сразу же Эмпулиона Мне кажется Он синенький И вот потом Так Какие бы тут изучить Да, вот это И может Он вроде даже Изучает Эртквик То есть Он потом Сможет Нас даже Прокачивать Потом посмотрим Знаете Что, ребята Вот сейчас 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 мы, наверное Вернемся домой И Сделаем Хотя бы Фосил Клинер Да, потому что Мы уже вроде Сможем его сделать Что там нужно Там вроде Песок нужен Песок мы, в принципе Сможем пойти добыть Песок нужен Алюминий нужен И два редстоуна нужно В интернете, мне кажется, мы сможем сделать А что нужно для самой фосилмашины? Шесть Одиннадцать Одиннадцать алюминия Одиннадцать алюминия Два редстоуна Четыре обсидиана Шесть стеклянных панелей Три ведра С водой Один Нет, один И все вроде, и вот это сделайте Ни хрена себе, я на память знаю, даже в голове у меня Помнится, как это все графтится Поэтому, ребята, мы, в принципе, сейчас, наверное, это возьмем Давайте еще прокачаем, докачаем, точнее Нашего Эмпулиона до Так, иди сюда А, он уже сороковой уровень, поэтому давайте, ребята, возвращаемся домой Возвращаемся домой И, чтобы у меня не спрашивали Когда этот Эдисон уже будешь делать следующую сборку Ребят, я не знаю, честно Наверное, еще над этой нужно поработать В том смысле, что, как я говорю Обучающий или там какое видео, да Чтобы объяснить, как ее устанавливать И что с нею делать Это, во-первых И, наверное, только после этого Я уже начну делать какую-то следующую сборку, да Наверное, уже после этого я начну ее делать Поэтому, ребята, в принципе, ну Я, честно, пока что не знаю Пока что не знаю Потом увидим Вот, смотрите, у нас уже практически Два с половиной стака То есть Ну, я не знаю, сколько орб будет стоить Знаете, тоже не хочется Какую-то там нахрен Космическую цену Мне кажется Пять стаков за один орб Это будет прям круто Я сейчас у вас спрашиваю, ребята Как вы думаете Нормально ли пять стаков за один орб? Потому что пять стаков за одну серию не делается Мне кажется Три ста... И это даже много, ребята То есть Три стака, например Нет Пять стаков Хм То есть, смотрите Пять стаков Мы можем добыть там за три серии Три серии для одного орба Ребята Это реально дохрена Ну, мне кажется, нормально То есть Это же не мастер болт Это обычный нафиг орб Да Который в предыдущем сезоне У нас там куча валялись Которые мы даже никогда не использовали Потому что На весь сезон пиксельмона Нужно только три орба То есть Ну И у нас там была куча Из-за этих боссов С которых мы на дропали Поэтому, мне кажется Три стака Пять стаков Это, в принципе, даже круто Пять стаков То есть, смотрите Через две серии Мы уже сможем купить себе орб Потом сделать его Ледяным Там Водным Да Мне кажется, нормально То есть Не прям много Но и не прям мало Да Десять стаков Это дохрена То есть Мы хотели Десять стаков Для мастер болта Если мы сделаем Десять стаков Для орба Потом еще Десять стаков Для мастер болта Это охренеть, ребята Мы так сезон Никогда не закончим В том смысле, что, ну, тоже, знаете, как-то не хочется сейчас сидеть там и фармить, 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 фармить целые серии. Это, если честно, не очень круто. Поэтому, мне кажется, 5 стаков нормальных. Как вы думаете, ребята? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, нормально ли это 5 стаков бронзовых монет. То есть, 5 серебряных монет за 1 орб. 5 стаков мы добываем за 3 серии. 3 серии на 1 орб, это, если честно, даже очень много. Поэтому, мне кажется, как раз такой стабильный вариант. И, в принципе, сейчас, сразу же, чтобы не забыть, сразу же, чтобы не забыть, давайте мы сделаем магазинчики. А в чем они будут заключаться? Смотрите. Обменник. Быстренько. Обменник. Вот так. Выбираем какую-то текстурку. Охрен его знает какую. Допустим. Я не знаю, честно, ребята, нужно какую-то нормальную. А я не знаю, что... Охрен его знает, честно. Вот так. Дальше. Тут. Вот так. Тут трейд. Вот так. И сейчас, что нам нужно? Обменник. То есть, смотрите, сейчас. Один стак. Вот так. Во. Сейчас мы это ставим. Вот. И вот. И все. Нормально, ребята. Мы сделали быстренько обменник. Мы тут будем менять. И сразу же делаем еще один. Это у нас будет магазин. Обычный магазин, да? Я не знаю, честно. Нужно какие-то нормальные вот эти все искать. Я не знаю, честно. Какие тут есть нормальные? Вот, допустим, вот это. Потом, если что, поменяем. Сейчас. Это сюда. Это сюда. А там есть вроде, если я помню, как это все делается. Тут. Тут. Во. Эльфийка у нас будет. Нифига себе. Во. Ох, охренеть. Не видно? Ребята. Нет. Вряд ли это видно. Но охренеть. Просто. Я, знаете, вот так стираю. И обмайку вытираю. Так. Дальше. Быстренько. Орб. 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 Где у нас орб? Орб. Вот. Обычный орб. И сейчас берем. И 10 штучек. Нет. 5 штучек, как мы сказали. Да. Я, ребята, и так у вас продолжаю спрашивать. Как вы думаете, нормально ли это будет? Если это нормально будет, то круто. Потому что 5 стаков мы за 1 серию никак не добываем. И за 2 серии это прям 10. Мы очень постараемся. А так стабильный вариант это за 3 серии. Поэтому мне кажется, ребят, за 3 серии 1 орб это даже, ну, в принципе, нормально. Пускай будет нормально. За 3 серии 1 орб. Так. Фоссил, фоссил, фоссил машина. Нужно 6 штучек. 2 редстоуна. А если у нас молоточек. Молот. Хрен. Нет. Молоточка у нас вроде нету. Молоточка у нас вроде нету. И нам еще нужно пойти. Вот давайте вот сюда. Да. 1, 2, 3. Да, в принципе, этого хватит. О, чуть меня залагал. Я уже напугался, что сейчас майнкрашнется. А когда крашится майн, ребята, это хреново. Потому что потом залагивает вот эта запись. Запись самой серии. И потом она может обрезаться там на пару минут назад. Да. То есть вот это, что я сейчас говорю. Если сейчас крашнется майн, то вы не услышите. Потому что серия обрежется на 5 минут назад. Поэтому, ребята, это немного хреново. Когда там, я не знаю, комп выключается. Что-то майн крашится. Залагивает или еще что-то. Так, быстренько. Давайте сюда. В эту сторону. Ух, паркурчик. Паркурчик. Я такой в паркуре. Про нахрен. Так, это сюда. Давайте вот это быстренько. Быстренько делаем. Да, как раз две палочки. Хотя, в принципе, там у нас и так есть дерево. Поэтому. Так, сейчас, пока это все там делается. Нужно будет в продажу сейчас поставить. Или сейчас. Что за хрень? Как я его нахрен сломал? Вы, вы, вы. Ребят, вы что-то поняли? Я сейчас не могу запись назад перемотать. А вы сейчас можете перемотать назад. Где мой нахрен молот? Что это было? Смотрите. Две палочки назад вернулись. И железо назад вернулось. Вы, вы. Так, ребята. Вы что-то поняли? Аномалия нахрен. Ребят. Хрен его знает. Честно. Это вообще с этого делается? Алюминий плейт? Один, два, три. Ну, вроде с этого. Только оно как-то слишком долго вот это фигачится. Или вроде так, или вроде не так. Хрен его знает. Сейчас посмотрим. Нам нужно таких шесть штучек. Две мы уже сделали. Поэтому, в принципе, это быстро. Как раз у нас там песок жарится. Поэтому, как раз пока он пережарится, мы это все сделаем. Редстон у нас есть? Нормально. Да что за хрень? Так, вот. Что я хотел еще сказать вам? Что нужно поставить в продажу механическую. Вот эту наковальню. Да, чтобы ты поставил туда вот это все, что нужно нам вот этой хрени клепать. Или вот эти алюминиевые частицы или части покеболов. И все, что нужно, это просто в нее засунуть. Поставить туда тот же уголь. И все. Оно будет работать вот так, как мы сейчас это все тут хреначим. Только без нас это все будет работать. Так, ну давайте еще одну. Она вроде не крафтится никак. Ее можно только, наверное, с гейммода взять. Да, поэтому, ну поставим мы его, наверное, потом... Так, извиняюсь, то, что... Поставим мы ее, наверное, потом в продажу. В принципе, даже дорого. Да, чтобы ее не прям сразу так это все можно было простенько сделать. Так. Это все жарится, жарится замечательно. Так. Это вот так. Это сюда. И я надеюсь, что... Что-то мне кажется, что это не так делается. Нет. Я не знаю, ребята. В предыдущих... В предыдущих версиях это так и делалось. Вот в предыдущих версиях так. Смотрите, сейчас. Вот, вот, вот. Видите? То есть нормально. Вот саму фосил машину мы можем сделать. Или вот так. Нет, наоборот, наверное. То есть... Сейчас. Это сюда, это сюда. Да, во. Я просто уже начал там кричать. Но все. Это просто я неправильно. Так. Ну, куда-то хрен его знает. Давайте вот сюда. Все. И фосил, наверное, мы это уже сделаем в следующей серии. Ребята, давайте, в принципе, на этом заканчивать. Я не хочу сейчас делать полчасовую серию. В принципе, я просто-напросто в этой серии хотел объявить то, что сделалась сборочка. И, в принципе, мы еще успели прокачать наших покемонов. Мы еще успели и выложить их, мы еще успели и ресурсы себе насобирать. Поэтому, в принципе, нормально, ребята. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки. И, как я сказал в начале серии, ребята, давайте набьем тысячу лайков за эту серию, если вы хотите. За то, что вышла серия, за то, что вышла сборочка, за то, что вы хотите, чтобы я, в принципе, дальше продолжал делать сборочки. И, в принципе, ну, я всегда рад лайку, когда вы тоже меня поддерживаете. Потому что я вас, ну, в принципе, люблю, ценю. Поэтому, ребята, не стесняемся поставить лайк. Если вы хотите со мной пообщаться, спросить, посоветовать или еще что-то, просто-напросто оставьте свой комментарий. Я постараюсь его прочитать. И, если ты еще не подписан, то подписывайся. И я рад каждому новому подписчику. Поэтому вступаем в нашу большую дружную семью. И, ребята, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok